Это программа «Губерния». Главная тема выпуска. Почти 100 человек пострадали от коллекторских служб в регионе в прошлом году. От угроз и запугиваний коллекторы иногда переходят к незаконным действиям. Расскажем, что делать, если стал жертвой коллекторов. Яковлевская мануфактура в Приволжске закрывает производство. Работникам выдали уведомление о том, что предприятия меняют юридический и фактический адрес. Сотрудникам предлагают работу в Костроме. Рекультивация на Минской. Насколько опасны 9 гектаров под мусором? И что будет на месте многолетней свалки? Сам буду приходить сюда купаться. Через сколько лет? Да, я думаю, буквально через пару лет. Здесь могут все желающие, все. Маленькие, большие девочки, мальчики, любые. Приобщиться к зюдо или карате в Иванове станет проще. В районе Меланжевого комбината состоялось открытие новой спортивной школы единоборств. В майском дне не хватает мест для размещения животных. Приют нуждается в клетках для кошек и собак. Это одна из острых проблем майского дня. Здравствуйте. Итак, сейчас об этих и других событиях дня расскажем подробнее. В Иванове начинают рекультивировать нелегальную свалку на Минской улице. В понедельник с подрядчиком в администрации города был подписан контракт. Все детали обсудили на выездном совещании, прямо там, где пока что тоннами лежит мусор. Наталья Сергеева расскажет подробнее. Этому мусорному наследию советского прошлого более 35 лет. Свалка образовалась самовольно, стихийно и, конечно, незаконно. Отходы на площади более 9 гектаров копились и временами воспламенялись. Администрация вместе с департаментом экологии решили, мусорный объект надо рекультивировать. Сначала разрабатывался проект, с которым удалось войти в федеральную программу «Чистая страна» и получить финансирование более 100 миллионов рублей. Свалка всегда была местом притяжения для охотников за металлом. А еще сюда долгое время несанкционировано свозили другие отходы целыми КАМАЗами. Сейчас с вопросами охраны территории будет заниматься подрядчик, а уже за его работой можно будет следить через камеры видеонаблюдения, которые установят на территории. Подрядчик фирмы «Велес» – гости из Московской области. Говорят, опыт работы в деле свалок и их рекультивация большой. В течение пары месяцев уладят бумажные вопросы, детализируют и согласуют с Федеральным надзорным ведомством план работ. На этот год план, как я сказал, планировочные работы и так называемый технический этап – это выравнивание, геомембрана, она должна, повторюсь, закрыть все тело полигона, мы ее будем спаивать еще дополнительно. И завоз первого слоя грунтов, так называемых минеральных. Тут будет завезено 18 тысяч кубов с копейками, если я не ошибаюсь, это достаточно большой объем. Соответственно, дальше это все дело будет уплотняться. Накопленных отходов в этом месте более 300 тысяч кубометров. Территорию свалки в первую очередь выровняют и очистят, вывезут останки древесины и кустарники. Помогать в этом рекультиватору будет рекоператор по вывозу ТКО. Мне нужно желательно неделю, сейчас можно по месяцам расписать план производства работы. Проектированием работ по экологической реновации этого объекта занималась Ивановская организация. Местами залежи мусора по ее подсчетам достигают 10 метров. Также фирма брала отходные пробы и проводила на базе Химуниверситета лабораторные исследования. Пришли к выводу, вредных воздействий на природу свалка уже не оказывает. Я считаю, что после рекультивации она будет безопасна. Я думаю, здесь будет красиво, хорошо, удобно. Даже могу сказать, что будет озеро, которое будет с атмосферными осадками, с чистыми осадками, которое будет, думаю, даже привлекать детей. То есть можно будет купаться здесь? Я думаю, да, сам буду приходить сюда купаться. Через сколько лет? Да я думаю, буквально, наверное, через пару лет. Для города это объект важный и к нему повышенное внимание. Место площадью более 9 гектаров просто помойка. А могло бы стать плодородной почвой для разных проектов. Решение это будем принимать вместе с жителями. Если понравится травка и озеро, я думаю, что тоже все решаемо. Но, конечно, мы рассматриваем этот участок в будущем как промышленного назначения, для того, чтобы именно на территории города у нас была возможность открытия новых предприятий, создания новых рабочих мест. К активной стадии рекультивации подрядчик приступит в апреле-майе 2022-го. В следующем году вторым этапом здесь уже начнут укладывать плодородный грунт и засевать его травой. Окончание рекультивации наметили на 31 октября 2023-го года. Наталья Сергеева, Виктор Иванов, телекомпания «Барс». Коллекторские службы продолжают беспокоить ивановцев. В нашу редакцию поступают жалобы на угрозы и запугивания со стороны таких организаций. Куда обращаться и что делать, если стали жертвой угроз? Ответим на вопросы и вспомним историю в Шуе, где якобы от рук коллекторов загорелся частный дом. 143 обращения от жителей поступило службе судебных приставов за прошлый год. Половина из них подтвердилась. Чаще всего под удар таких организаций попадают люди, которые не связаны с долгами напрямую. Нередко в финансовую яму попадают родственники. А отбиваться от звонков и угроз приходится непричастным. По словам приставов, бороться с коллекторами трудно. Максимальное наказание для таких организаций – штраф. Всего в областном реестре семь фирм, которые занимаются возвратом просроченных задолженностей. Нелегальных – десятки. Именно они представляют большую опасность, вплоть до угрозы жизни. В рамках десяти обращений, соответственно, должностными лицами управления принято процессуальное решение. Так составлено 10 административных протоколов по статье 1457 Кодекса административных правонарушений. Соответственно, юридические лица привлечены к административной ответственности. В соответствии с решением суда им назначено наказание в виде административного штрафа в размере от 40 до 75 тысяч рублей. На прошлой неделе в Шуе горел частный дом. По одной из версий, в громком деле замешаны коллекторские службы, которые не могли найти должника. Обстоятельства поджога выясняют правоохранители и судебные приставы. Нашими работниками осуществлен выезд по месту происшествия, отобрано заявление потерпевшей стороны, соответственно, в рамках которого данного заявления возбуждено дело административных правонарушений, инициировано проведение административного расследования. Соответственно, по итогам административного расследования будет принято решение о причастности коллекторов к этому происшествию или нет. Если кто-то попадает в подобную ситуацию, служба судебных приставов рекомендует обращаться с письменным заявлением в главное отделение города. Денис Воробьев, Виктор Иванов, телекомпания «Барс». В распоряжении нашей редакции оказалось эксклюзивное видео с места ДТП на железнодорожном переезде. Ранее мы рассказывали об этом столкновении легкового автомобиля из красного поезда «Ласточка». ДТП произошло на прошлой неделе. Около двух часов дня 45-летний водитель «Рено Сандера» выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Желание быстро проскочить пути обернулось трагедией. В последний момент поезд буквально смел проезжавший пути автомобиль. В результате ДТП водители с серьезными травмами доставили в больницу. Рейс «Ласточки» задержали на несколько часов. Локомотив получил механические повреждения. По нашей информации, Яковлевская мануфактура в Приволжске закрывает производство. Работникам накануне выдали уведомление о том, что предприятие меняет юридический и фактический адрес. Сотрудникам предлагают работу в Костроме на Костромской льняной мануфактуре. У обоих предприятий один собственник. Холдинг ТДЛ зашел в Приволжск место фирмы «Роско» в конце 2016 года. Тогда предприятие тоже лихорадило. Сотрудникам льнокомбината предлагали написать заявление об уходе по собственному желанию. Они, в свою очередь, записывали обращение к губернатору. Ситуация на несколько лет стабилизировалась. В мае 2020-го вновь зашла речь о сокращении штата и переводе части сотрудников в Кострому. Как нам тогда пояснял финансовый директор мануфактуры Александр Андронов, предприятие загружено лишь на 10-15% от своей мощности. И это делает работу экономически нецелесообразной. К ситуации подключилось правительство области. Плюс тогда были приняты некоторые меры поддержки легкой промышленности на федеральном уровне. Было заявлено о сохранении Яковлевской мануфактуры. Впрочем, это было больше политическое решение, чем экономически обоснованное. И вот теперь производство закрывают. Закрытие носит планомерный характер, пояснил нам представитель собственника Роман Петров. К этому готовились более двух лет и регулярно взаимодействовали с руководством районной администрации. Более подробный комментарий о ситуации с Яковлевской мануфактурой, о перспективах трудоустройства работников предприятия мы планируем получить в четверг. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс». В правительстве прокомментировали, что экономический блок знает о проблеме в Приворском предприятии. Основные усилия сейчас направлены на то, чтобы урегулировать ситуацию на рынке труда в райцентре и не оставить сотрудников мануфактуры без работы. И еще об одном закрывающемся предприятии. В Иванове распродает оборудование одна из старейших швейных фабрик «Айвенга». На главной странице сайта говорится, в связи с прекращением производственной деятельности предприятие распродает оборудование, остатки сырья и готовой продукции. Генеральный директор «Айвенга» Ирина Белова пояснила нам, что решение о закрытии принято собственникам, но как-либо комментировать ситуацию отказалась. Правительство области сообщили, что о прекращении деятельности фабрики было известно еще осенью. Причиной стали недозагрузка производственных мощностей и отсутствие заказов. При этом все мероприятия по сокращению сотрудников прошли в соответствии с трудовым законодательством. Работникам была оказана помощь в трудоустройстве. Так, на сегодняшний день 25 человек трудоустроены на предприятие «Ланцелот». Сотрудники пришли на хорошие условия, работают больше месяца. По сведениям Комитета по труду, в содействии с занятостью населения и трудовой миграции, на «Айвенго» 193 человека уволены по сокращению штата досрочно с выплатой дополнительной компенсации. Из них 148 человек сами нашли новую работу. 45 обратились в службу занятости. Кроме того, 20 человек уволились по соглашению сторон и трудоустроились самостоятельно. Правительство отмечает, что сейчас в регионе есть потребность в швиях, операторах швейного оборудования, ткачах, предельщиках. Для работников текстильной сферы свободны полторы тысячи вакансий. Алина Марычева, телекомпания «Барс». Сейчас давайте посмотрим короткую рекламу и вот что будет далее в выпуске. Топили электричеством, теперь будем газом. Газопровод от точки Врески до границы земельного участка семьи Ежовых подвели бесплатно. Каким образом стать участником государственной программы до газификации, расскажем в сюжете. Здесь могут все желающие, все. Маленькие, большие девочки, мальчики, любые. Приобщиться к зюдо или карате в Иванове станет проще. В районе меланжевого комбината состоялось открытие новой спортивной школы единоборств. В майском дне не хватает мест для размещения животных. Приют нуждается в клетках для кошек и собак. Это одна из острых проблем майского дня. В области продолжается реализация государственной программы до газификации. Она принята по инициативе президента с целью развития регионов. В Ивановской области в течение этого года планируется до газифицировать около 6 тысяч жилых домов. Во вторник работники акционерного общества «Газпром газораспределения» Иванова провели пуск газа в деревне Преслониха. Ирина Афонина подробнее. Стать участником государственной программы бесплатной до газификации на данный момент выразили желание более трех тысяч домовладельцев. 2300 заявок «Газпром газораспределения» приняло в производство. Заключили 1800 договоров. Программа до газификации – это строительство бесплатно, отмечу, газопровода от точки врезки распределительной сети до границ земельного участка заявителя. 827 договоров исполнено, как раз выстроены эти сети до границ земельного участка. При этом 424 подключены непосредственно к газу. Программа до газификации будет реализовываться в течение нынешнего года. Планируется, что до конца 2022-го смогут подвести газ до границ земельных участков примерно к 6000 частных жилых домов. Что необходимо для того, чтобы люди поучаствовали в данной программе? То есть, во-первых, необходимо право останавливающие документы на объект недвижимости, дальше договор аренды, либо опять-таки связи с на право собственности на земельный участок. То есть, и необходимо, чтобы данный объект, да, или данный дом находился уже в газифицированном населенном пункте. За счет государства «Газпром» выполнит работы, подчеркнем, до границы земельного участка и только в том населенном пункте, где уже есть газ. Строительно-монтажные работы внутри участка и доме выполняются за счет заявителя, либо сторонней организации, которая имеет разрешение и допуск, либо можно обратиться в акционерное общество «Газпром» газораспределения Иваново. Хозяева дома, где сегодня внутренние работы уже завершены, заключили договор со сторонней организацией, сделали быстро. Раньше топили электричеством. Это не с из... ну, как я еще не знаю, мы не топили газом, но все знакомые мои говорят, что это намного экономнее, дешевле. Мы вообще планируем, ну, здесь у нас же хорошая, очень жилая деревня, недалеко от города, мы планируем здесь проживать на постоянно, выращивать овощи, наслаждаться жизнью. С заявлением на участие в программе можно обратиться в клиентские центры, либо на официальный портал единого оператора газификации через госуслуги или на сайт акционерного общества. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». В Юревце, многоквартирном доме, практически рассыпалась печь. К счастью, никто не пострадал, так как обрушение произошло в квартире на первом этаже, где никто не живет. А вот жильцы этажом выше серьезно обеспокоены. Они считают, что следом может развалиться и их печка, ведь она держится на остатках рухнувшей. Квартира жильцов, которые обратились в нашу редакцию, муниципальная, расположена в доме на Советской улице. О том, что кирпичная кладка печи начинает рушиться, жители сообщили в администрацию Юревецкого района еще год назад. Тогда выяснилось, что виной всему разрушение печки этажом ниже. Власти пояснили, что нужно установить собственника того помещения, который бы и занялся ремонтом. После этого администрация больше не предпринимала с каких-либо действий. Тем временем печь в нежилой квартире продолжала разрушаться и, наконец, обвалилась. Трещины появились и на втором этаже. Жильцы отмечают, что это случай не первый. Уже несколько квартир в этом подъезде стоят засыпанные кирпичами. К слову, свою печь авторы обращения вынуждены продолжать топить. Холодный сезон еще не закончился. В администрации Юревецкого района не смогли дать оперативный комментарий по этому вопросу, пояснив, что специалист отдела ЖКХ сейчас на больничном. В майском дне не хватает мест. Ежедневно сюда поступают собаки и кошки, только не всегда есть куда их поселить. Приют нуждается в клетках для своих подопечных. Как сейчас с этой проблемой справляются в майском дне, расскажет моя коллега Яна Ведерникова. У этой подопечной майского дня имени нет. Ее подобрали на улице. Сотрудница приюта Ольга рассказывает, видно, сбила машина. У собаки перелом двух лап, вставлены металлические спицы. Но идет на поправку, впереди последняя операция. А потом можно и искать для подопечный дом. Она себя чувствует хорошо, аппетит хороший, кушает хорошо. Но без имени. Желемины будут придумывать постоянный хозяин. Кому она привыкает, она ведет себя достаточно хорошо, спокойно, не агрессивно. Таких историй в приюте десятки, каждый день новые. Берут животных, выброшенных на улицу, потерявших хозяев, покалеченных колесами автомобилей и бегающих без присмотра. Подкидывают, да, животных много. Так же, как и щенят и котят. Недавно подбросили таксу. Породистая собака, девочка. Просто взяли, привязали ее к воротам. Часто попадают собаки после ДТП, так же, как и кошки. Ну, кошки даже, можно сказать, больше. Потому что кошки на дороге ведут непредсразуемо по сравнению с собаками. Просто выбегают на дорогу и теряются от света и попадают по этому под машину. В приюте уже тесно, выкручиваются как могут. Кому-то постелят покрывало в бытовке, поселят в клетку по двое и по трое. Именно вольера в приюту и не хватает. Это одна из острых проблем майского дня. Здесь говорят, каждая клетка поможет спасти несколько десятков животных. Даже после стерилки бывает собаку, ее посадить с вольера берем, посадить совершенно некуда. Больных даже, больных щенков. Их много привезли, один заболел, хотя бы его куда-то отсадить, чтобы его не затоптали, чтобы его вылечить, чтобы он выжил. Всегда должна быть клетка в запасе, даже не одна клетка в запасе. А то даже бывает так, что посадишь, собака сидит в клетке, но она такая активная. И клетки уже просто практически приходят в негодность, дверцы ломают. Майский день – один из участников объединения, круг благотворителей, который поддержал и фонд президентских грантов. Но приюту нужна помощь каждого из нас, ведь каждый может сделать добро и помочь тем, кто очень нуждается в поддержке. Яна Ведерникова, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Приобщиться к зюдо или карате в Иванове станет проще. В районе Меланжевого комбината состоялось открытие новой спортивной школы единоборств. Капитальный ремонт помещения был проведен совместными усилиями двух федераций КУДО и ассоциации Киокушкункай. Церемония открытия Владимир Еремин. Спортивный зал с мягким покрытием. Площадь почти 125 квадратных метров. Новые татами, современный инвентарь и оборудование. Масштабы этой школы единоборств впечатляют. Вложили сюда собственные средства и усилиями родителей, самих же спортсменов, и Эгдар Калян, и лично я принимали участие здесь в ремонте. Делали все так, чтобы для детей это был действительно дом карате. По замыслу организаторов, чтобы идти к высоким достижениям, школа единоборств для детей и подростков должна стать тем местом, куда хочется приходить. Чтобы ее воспитанники чаще заявляли о себе на крупных международных соревнованиях. Возможно, кто-то станет чемпионом. В том, что под одной крышей разместили сразу две федерации, организаторы видят положительные моменты. Здесь могут детишки заниматься и КУДО, и КЁКушенкай. Они могут прийти на пробные занятия и по КЁКушенкаю, и по КУДО, и выбрать себе какой по душе вид спорта им. Добавим, что федерация КУДО – одна из сильнейших в России, существует в Ивановской области почти 20 лет. Этим видом единоборств в регионе сейчас занимаются свыше 300 спортсменов. Это только начало, все равно мы будем обустраивать, и в нужду там еще переделываем. Тут как бы еще доделываем мешки, поставим все как положим. Поэтому в любом случае, для того, чтобы ребята могли заниматься, для того, чтобы стимулировать, у них есть полноценный спортивный зал. Школу единоборств в Иванове строили совместными усилиями двух федераций при поддержке мэрии. Говорят, в этом здании когда-то располагался районный отдел полиции. Здание, конечно, было полностью в непригодном состоянии, когда оно было передано федерации. Но благодаря их усилиям смогли они сделать вот такой уютный зал, который будет наполняться постоянно людьми. Как отметил Ивановский мэр, местные жители давно жаловались на отсутствие спортивной инфраструктуры. Дом единоборств в районе Меланжево комбината теперь станет хорошим началом. Владимир Еремин, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС. А сейчас о погоде, что вещают синоптики в ближайшие сутки. Многопрофильный медицинский центр СМ-клиника приглашает на работу врачей и медицинских сестер разных специальностей. Карьера в крупном федеральном холдинге, конкурентная заработная плата, работа в центре города. Телефон 8 909 643 91 40. В среду в нашем регионе ожидается пасмурная погода, осадки. Температура воздуха днем 0,2 градуса. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается похолодание на пару градусов в дневное время, в ночные часы до минус 7 градусов. А вот осадки прекратятся. Государство каждому гражданину, который платит кредит, дает право раз в 5 лет списать кредитный долг. Узнайте как. Звоните 34 61 55. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Интересные истории, видео и фото сообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер сейчас на экране. Присылайте свои темы в Инстаграм или через сайт Иванова Ньюс. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин